Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Наталья Полянская. Сегодня проповедь в неделю крестопоклонную. Мы расскажем о таинстве соборования. В рубрике «Православие. Просых и ответы» вы услышите мнение священника «Для чего человеку собороваться?» Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресенье Твое славим. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы с вами, братья и сестры, находясь в Храме Божьем, услышали эти слова песнопений. Слова, в которых выражена песня Богу о грядущем празднике, празднике Воскресения Господа. Уже, слава Богу, третья неделя поста. Середина поста. И вот сейчас, братья и сестры, очень важно для нас с вами вновь посмотреть в себя, к себе обратиться и узнать, такова ли цель нашего с вами поста, наших с вами трудов. Точно ли мы все и правильно мы все делаем, проводя время поста, действительно, как исцеляющее, как спасительное время, шествуя к празднику Воскресения Господа. И на середину храма в этот день выносится и полагается на всю Седмицу крест Господень. И мы сегодня с вами за Божественной Литургией услышали слова Евангелия Господа, где Господь обращается ко всем нам с такими словами. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест свой, и по мне глядет». То есть, если хотим идти за Господом, оказывается, нужно отвернуться себя. Всего того, что так мы привыкаем и так необходимо для нашего существования. Без чего мы не можем обходиться. Будь то одежда, будь то какие-то вещи, будь то какие-то принадлежности и обиходе нашим повседневным, от чего бывает при потере даже их, как мы печалимся, как мы сетуем, страдаем, что вот, была такая хорошая вещь, или что-то хорошее вот было, а здесь украли, или она сломалась. И мы долго приходим в таком состоянии уныния, смятения. Вот это, в первую очередь, говорит братья и сестры о том, что, как мы привязаны становимся к земным, к земным вещам. И тем более, мы не можем сшествовать за Богом. Потому что как раз-таки вот это все и не дает нам отвергнуться всего, то, что так необходимо, чтобы пойти за Господом. Но еще очень важный момент – взять свой крест. Что это означает? Многие говорят, вот, живи так и неси свой крест всю свою жизнь. А какой крест нести? Господь, как сердцеведец, очень точно знает, что нам необходимо по жизни, чтобы мы могли шествовать за Богом. Какую тяжесть креста мы можем понести, будь то болезней, будь то каких-то других смятений в нашем жизни, испытаний, что мы можем понести. И что это действительно наш крест. В этом мы вновь-вновь убеждаемся. И когда на середине храма лежит крест, и в течение недели каждый из нас, братья и сестры, может подойти к этому кресту, поклониться, приложиться. Ведь это великая святыня, ограждающая нас, защищающая нас. Мы слышим слова Евангелия, что крест Христов для погибающих и родства, а для нас спасаемых – сила Божия. Аминь. Структура Великого Поста построена так, что каждая неделя имеет свой духовный смысл, свою духовную направленность. И человек, который посвящает свое время и мысли от начала до конца Великопостного периода, как по лестнице духовного восхождения, ступенька за ступенькой, приближается к тайне Пасхи Христовой. Чтобы эта постная атмосфера была в общении с Богом, существует таинство, священодействие, через которое на человека действует благодать Божия. В приходе храма в честь иконы Божией Матери «Нечайная радость» в Дне Великого Поста настоятели храма протерей Александр Карандей и клирик храма протерей Георгий Скобей совершили таинство еле освящения. В таинстве соборования осуществляется совместная священническая молитва, обращенная ко Господу, Бога Матери и всем святым. Священники просят о заступлении за человека перед Христом всю небесную Церковь, и уже вся торжествующая Церковь соборно возвышается к Богу в своей молитве за этого христианина, просит Господа о его исцелении. Основание таинства еле освящения мы находим в послании апостола Иакова. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в Церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. В декабре будет 10 лет, как я прихожу в эту церковь, и как-то я порох переступила, и первая моя беседа была с отцом Александром, и я как бы больше не хочу никуда ходить. Я все время и хожу в эту церковь. Год назад у меня был инсульт, и случился вот у меня прям в церкви, во время поклона земного. И как бы это самое... Получилось так, что к врачу я обратилась только через... Спустя 24 дня. Ну, не получилось у меня. Но как бы это... Инсульт, заболевание такое серьезное. И как такового лечения полного я не получила. И, как говорят, спустя 3-5 часов это уже необратимые процессы. Поэтому я положилась на Божью волю. И считаю, что если с верою обращаться к Господу, коль за грехи наши болезни от Него, то Бог даст и получу лечение от Него. Если, конечно, заслужу. Вот с этим... Да, с этой... Ну, как бы вот с такими вот мыслями, с таким желанием я хожу на соборование. Больше всего веру, любовь и смирение. Вот это я всегда прошу в свою церковь. Но пока я еще этого не приобрела. Вот по своему поведению, по своим мыслям, я понимаю, что мне еще далеко до этого. Но надеюсь. Таинство еле освящения в храмах чаще всего совершается великим постом. Во время соборования православный христианин семь раз помазывается священниками, освященным елеем, смешанным с красным вином. При этом многократно читается Евангелие, звучат молитвы о болящем. Все это совершается ради исцеления души и тела христианина. Тем самым на болящего нисходит благодать Божия, способная исцелять как его физические, так и духовные болезни. В таинстве соборования елей – это символ церковной молитвы, и изливающийся на больного божественной милости. Вино и елей также являются и символами исцеляющего больного благодати. В таинстве также используется всыпанное в сосуд зерно, в которое принято вставлять горящие семь свечей. Эти зерна служат символом новой жизни. Во время совершения соборования следует чтение семи отрывков из посланий апостолов и столько же из Евангелия. После каждого чтения священник совершает помазание лица, груди и рук елеем для очищения всех пяти чувств – мысли, сердца и дел наших рук. Заканчивается таинство елеосвящения возложением раскрытого Евангелия на головы соборуемых с молитвой о прощении грехов. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами снова в рубрике «Вопросы и ответы». Церковь часто называют «врабченницей». И это очень, наверное, правильное, близкое сравнение. Чаще всего, или ближе всего, это касается души. Ну, а поскольку душа очень тесно у нас сопряжена с телом, то часто исцеляя душу, человек получает и телесное, физическое облегчение. Ну, как любой другой врачебнице, существуют разные средства. Да и церковь тоже использует разные средства. Например, таинство соборования. Практически его основное назначение – исцеление души, уврачевание. И многое зависит от человека, ради чего он собирается собороваться. Порой случается, что главная цель человека – только какой-то оправить физический недостаток. И если только в этом случае вот что-то там начинает беспокоить человек, какие-то болячки, то не всегда человек может получить желаемое. Когда-то пришлось столкнуться с такой ситуацией. Начинал служить в нашем городе. И подходит в Великий пост, столкнувшись с людьми. И вот человек говорит, что в этом посту соборовался семь раз. Ну, это не так, сказать, традиционно, не так принято. Но задаю вопрос, а сколько раз причащался? Ни разу. В таком случае, я думаю, что вряд ли получится что-то хорошее. Сегодняшний день, вот прошло уже несколько лет, пытаемся как-то беседовать с людьми. Чаще встречается другая ситуация. Когда человек за пост несколько раз причащался, и раз, хотя бы, пособоровался. Это гораздо более, мне кажется, на мой взгляд, более правильное отношение, правильный подход к этому вопросу. Наверное, главное таинство действительно это Евхаристия. Все в церкви, наверное, связано вокруг него. И если вот его устранить и только попытаться заменить собор, он даже, может быть, каким-то частым, но, я думаю, не приведет к какому-то результату. Но хотя, бывают моменты, бывает такое, встречается, и хотя бы не очень часто в церкви, когда человек и от Евхаристии, от причащения, может только усилиться какая-то болезнь. Но и наиболее, наверное, кажется, яркий пример указан в Евангелии. Когда причащались ученики на Тайной Вечере, там был и Иуда, который тоже принял причастие. Из рук Христа оказалось бы, ну, идеальный вариант уже. И тут же в него входит Сатана после причащения. Это зависит от, насколько правильный человек настрой. Потому и собор, на мой взгляд, оно имеет такое несколько второстепенное значение. И сказать, что обязательно, да, там каждый год собороваться, ну, лично я не считаю это необходимым. Может быть, пожалуйста, надо, хорошо человек настроен, ему рекомендуют, я не буду сказать, категорически отговаривать. Хорошо, хорошо. Главное, чтобы было правильное понимание основных моментов, основных целей. Для чего? И дай Боже, чтобы всем приступающим к этому таинству Господь давал помощь. Давал помощь в познании своей души. Порою слышится такое мнение, что при соборовне прощаются забытые грехи. Я боюсь буквально принять его. Получается, что это все остальное не важно, ты пособоровался, все. на мой взгляд, чуть-чуть другой акцент, а не соборование помогает вспомнить грехи. Вот это так. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Сегодня вы услышали проповедь о том, чтобы идти за Господом, нужно отвергнуться себя. Господь, как сердцевидец, очень точно знает, что необходимо человеку, чтобы шествовать за Богом. Мы рассказали вам о таинстве соборования, которое совершается ради исцеления души и тела христианина. В рубрике «Православие, прослых и ответах» вы услышали мнение священника, что исцеляя душу, человек чаще всего получает и физическое облегчение. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянцева. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова